Доброго времени! Всем смотрящим канал! Сейчас происходит процесс вакцинации шиншин препаратом вакцина ПоливакТМ против дерматомикозов у животных Вопрос заключается в следующем что для проведения такой процедуры требуется определенные навыки Готовим две вакцины для вакцинации для двух особей Можно взять более крупно Вакцина рассчитана на две инъекции В принципе такую процедуру можно сделать самостоятельно в собственных условиях выращивания Выращивания Шприцы после набора вакцины сама ампулка распределяется на две дозы и она рассчитана на то, чтобы устранить повреждения кожных покровов у животных Удаляем воздух из шприца Готовится две дозы Относительно анатомических условий инъекции делается внутримышечно Животные есть небольшие Придется найти небольшое место для проведения инъекции И сейчас мы это продемонстрируем То есть две инъекции готовы Данные повреждения часто встречаются у животных такого вида при искусственном выращивании Поэтому случаются такие моменты когда приходится их нужно когда приходится их вакцинировать Возникает определенная трудность при вакцинировании таких животных потому что животное небольшое и попасть внутримышечно притом не придав стресса для такого животного не всегда представляется простым и не всегда представляется возможным Тихо 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 Легонько Не дам Предоставляем Значит для правильно проведенной инъекции нам нужно найти самую крупную мышечную структуру которая находится у животного для этого мы будем использовать такие вот моменты ищем более-менее крупной седалищной мышечной мышечную структуру Эта инъекция будет отличаться конечно от инъекции у человека нет возможности правильно обработать место потому что по ходу вкалывания идет инфицирование самой иглы но сейчас мы находим не спеша находим заднюю мышцу шприц маленький для шприц маленький для проведения инсулиновых инъекций и таким вот незамысловатым способом можно сделать вот эту инъекцию в домашних условиях то есть тут видно мышка купалась все давай шинцинка все все кольчик есть следующий довольна да то есть животное не пострадало животное радуется мы его вылечили и это очень радует такая информация может вам помочь в дальнейшем сделать ту же процедуру в своих домашних условиях для этого не нужно заказывать очень дорогих ветеринарных врачей которые будут приезжать к вам домой и делать такие процедуры то есть процедура очень простая незамысловатая для нее вам будет необходим инсулиновый шприц некоторые определенные навыки по набору то есть все процедуры должны быть проведены стерильно стерильно накрытая поверхность максимально такая методика будет позволять исключить излишнее попадание инфекции в момент прокола при инъекции вакцин значит проблематичность инъекции заключается в чем если мы делаем инъекцию для животного то это выглядит приблизительно так как у человека случилось бы какие-то проблемы со здоровьем и мы бы их кололи через куртку через одежду через внешние какие-то покровы которые будут давать заражение в процессе проникновения иглы избежать этого момента у животных невозможно значит смысл удалять кожный значит удалять меховой покров в том месте инъекции нецелесообразно значит нам приходится использовать те условия которые у нас есть значит таким образом стараясь избежать лица беременна да сейчас идет вакцинация беременной особи значит мы у нее находим ножку держим определенным способом это все важно то есть желательно чтобы она не могла видеть вот меховой покров очень-таки густой находим локализацию плотной мышцы куда можно сделать укол укол приходится делать эту процедуру при ассистенции при ассистировании вот находим мышцу вот здесь покров очень плотный вот и делаем укол все животное даже не заметило что произошло в принципе здесь наверное идет период какой-то определенной своей возрастной или другой линьки которая касается ну каких-то физиологических моментов вот таким образом если вас интересует вопрос как правильно сделать вакцинацию шиншилы в домашних условиях можете посмотреть и делайте то же самое мышке нравится мышка здоровая желаю успехов смотрите наш канал до сих пор